Всем привет! Вы на канале ICO Review и его ведущий я, Артур. Сегодня я расскажу вам о проекте Oxert. ICO CrowdSale выйдет в августе 2018 года. Принцип проекта заключается в протоколе для non-fungible токенов. Эмиссия. Токен-метрики будут объявлены позже, предпочтительно на следующей неделе. Известно, что на Seed 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 будет бонус 15%. Hardcap составляет, по предварительной информации, 13 миллионов долларов. Сайт, в общем-то, вы найдете в описании видео. Перейдем к технологии Use Cases. Вообще, Oxert – это протокол с открытым исходным кодом для non-fungible, то есть невзаимизменяемых токенов. На платформе Ethereum non-fungible токены получили классификацию ERC-721. В дополнение к общим функциям передачи и управления стандартными non-fungible токенами, протокол предоставляет другой уровень соглашений для создания сертифицированных non-fungible токенов для различного рода уникальных активов. Такими активами, для которых потребуется создавать новые сертифицированные non-fungible токены, могут быть уникальные товары, то есть предметы искусства, ну или же другие коллекционные предметы, QIC, сертификация, виртуальные предметы в онлайн-играх, как в CryptoKitties и Decentraland, Идентификация продуктов, то есть защита от подделок, авторское право, ну и, конечно же, лицензированное программное обеспечение. Протокол также позволит провести цифровизацию и сертификацию реальных и виртуальных активов. Внутренний токен протокола называется XERT. Процесс чеканки нового XERT называется сертификацией. На примере уникальных товаров, каждой единице присваивается новый, только что чеканенный, сертифицированный токен XERT. Новый XERT может быть от чеканен эмитентом, которому принадлежит смарт-контракт протокола, или субъектом, уполномоченным эмитентом. После присвоения каждому активу цифрового аналога, то есть, другими словами, цифрового актива, протокол позволит осуществлять проверку существования аутентичности любого цифрового актива и связанного с ним права собственности. То есть, позволит проверить, существует ли данный актив, действительный ли это тот самый уникальный актив, ну и определить хозяина, которому принадлежит право обладания этим активом. Верификация. Так как при сертификации данные об активе записываются в виде криптографического хэша, то проверка подлинности актива, то есть, верификация, другими словами, с участием третьей стороны происходит без разглашения конкретной информации об активе. Любой может проверить подлинность существования цифрового актива, проверив правильность и корректность хэша данного актива. Остальные данные об активе проверять не потребуется. Это довольно удобный способ для проверки подлинности актива. Сохраняется конфиденциальность информации. Плюс это быстрее, проще, чем проверять всю информацию об активе. Фреймворк. Разработчикам Diaps больше не нужно вникать в Solidity, чтобы создавать блокчейн-решения. Простые в использовании SDK, другими словами библиотеки, в Python, JavaScript и Ruby, обеспечат безопасную работу. DAO. Смарт-контракт не может быть изменен после его создания в блокчейне. Изменения внутри экосистемы могут быть только посредством внедрения новых смарт-контрактов. Протокол будет проводить изменения по принципу DAO. Собщество будет голосовать за улучшение внутри системы. Перейдем к токену. В общем-то, есть еще 6 часов, чтобы принять участие в публичном пресейле. Токен ZXE. Тип токена Utility. Как газ в Ethereum, токен ZXE служит топливной единицей экосистемы. Служит как единицей вознаграждения, так и для распределенного голосования по системе DAO. MVP отсутствует. Распределение токенов пройдет следующим образом. 3% это Pre-SEO на токен сейле. 47% это CrowdSale. 15% уйдет основателям и команде. 6% уйдет советникам и на различные операции, которые потребуются советникам для выполнения определенных работ. 5% ликвидность, 12% уйдет комьюнити, 2% это баунти и 10% уйдет в резерв. Вот мы можем видеть диаграмму распределения токенов. И также здесь присутствует прочая информация о нем. распределение средств, собранных в ходе проведения ICO. 50% уйдет на разработку, 15% на маркетинг, 10% на правовое ведомство, 10% на различные операции, в общем-то настройки основания платформы 5%, ну и основные фонды, фонды основания это 10%. Также присутствует диаграмма. Вы можете также подписаться на основу рассылку. Здесь нужно ввести свой e-mail и принять пользовательское соглашение. Нажимать subscribe. Здесь у нас прочая информация, в том числе ссылки на социальные сети данного проекта. Рекомендую вам с ними ознакомиться, особенно если вы планируете инвестировать в данный проект. Далее сверху присутствуют вкладки Home, в общем-то со всей информацией, и слева присутствует также таблица с социальными сетями. Далее идут новости различные о данном проекте, различные руководства по данному проекту, информация о команде и, в общем-то, прочие новости. Далее идет информация о продаже токенов и о самом токене. Далее идет информация о платформе, о системе use cases. Далее идет дорожная карта. Ее мы рассмотрим чуть-чуть попозже. Маркетинг. Ниша и развитие. Потенциал роста рынка оценивается очень высоким. В долгосрочной перспективе это потенциал 0x. Тоже протокол для его токенов. 0x для ERC 20 токенов, 0xRT для ERC 721 токенов. То есть будет, как я понимаю, два типа токенов в данном проекте. У 0x команда солиднее, плюс фонды и партнеры. Зато XRT потенциал использования протокола выше и хардкап почти в два раза ниже. Хайп в соцсетях средний, но есть вероятность, что проект будет форсить Аян Валина. Twitter 1300, Telegram 8000. GitHub активен. Обновляют, добавляют что-либо каждые 2-3 дня. Перейдем к команде данного проекта. В команде проекта 16 человек, а также 6 советников. Присутствует 3 разработчика и 1 блокчейн-разработчик. Рассмотрим самых интересных членов команды. Жюрзиев, СИО, образование. Университет Морибора, MIT-курс, лекции по предпринимательству. Работал 2 года в Доктрина, 30-50 сотрудников директором по развитию. 2 года работал в Датабокс, директором по маркетингу. Кристиан Седлак, СИТО, СИТО в Доктрина. Катя Герсак, Head of Academic Partnership. СИО ФАН 360, блокчейн-платформа для любителей спорта. Также вы можете перейти на социальные сети данных людей в правом нижнем углу. Присутствуют ссылки на них. Придем к советникам данного проекта. Рассмотрим самые интересные личности. Мол Эвен, СИО Кейноут, был советником в Quantstamp. Вильям Антрайкен, ведущий финансовый аналитик в CDI. Более 10 тысяч сотрудников более 2 лет. Лид Альдерфо Оф ЕРС 721, советник в BLMPM. Доктор Дреско Везелоник, президент Словенской ассоциации бизнеса с 2015 года. Сит Хартмонту Саксена, главный научный сотрудник в Университете в Кембридж по специальности квантовые свойства материалов. Активно занимается запуском новых следовательских и образовательных проектов в Центральной Азии и Индии. Перейдем к дорожной карте данного проекта. В третьем квартале первый протокол, первый МВП. В четвертом квартале смарт-контракты, технический white paper. В первом квартале создание токена ERC 721. Во втором квартале развитие, обновление технического white paper. и прочие разработки. Ну и далее прописаны планы до конца 2019 года. То есть у проекта есть определенные цели. На этом я бы хотел завершить свой обзор. В следующем видео я покажу white paper данного проекта. Всех благодарю за просмотр, всем удачи и всем пока, до новых встреч.